Шутки-шоу на Юмор-ФМ О, нормально, это моя тема, да Да ну, я тоже хочу быть причастным Если вдруг вы, может быть, не понимаете, но мало ли что происходит Вы могли видеть Любу, если в Инстаграм просто шарились На Тимирязевской, она там проходила недавно И там, знаете, бывают в предложенных вот такие короткие формы юмора, так называемые вайны Вот Люба специалист по этим вайнам, в Инстаграм у нее, между прочим, уже больше трех миллионов подписчиков Вы могли видеть вот эти смешные короткие ролики Скажи, это как основная вообще, ну, основная твоя деятельность, да, вот эти юмористические какие-то приколы? Родители, что говоришь? Я блогер, они понимают? Родители, наверное, уже на этапе моего переезда в Москву поняли, что ничего хорошего от дочери лучше не ждать Да, ну, получается, что блогер Когда я это все начинала, я не знала, что этому есть прям определение А потом, как выяснилось, это даже и профессии Даже сейчас День блогера есть такой праздник День блогера, серьезно? Да ладно, когда он? Киньте! Я пока не настолько продвинулась, чтобы вот запомнить Тебя не зовут пока, да, на этих рапоративках? Слушай, ну, а я на самом деле вот про что Просто некоторое время назад, там, 2-3 года, еще блогер могло звучать с такими оттенками Типа, блогер, сейчас уже все, это ушло О, блогер, знаешь, шутка такая в интернете, типа, блогер это диагноз, так вот еще говорят Вот, ну, у тебя нет такого ощущения, что, типа, или ты прям гордо, я блогер? Ну, вот если положа руку на сердце, то, конечно же, есть, да, некое смущение Потому что блогер блогерю рознь И действительно, есть такой небольшой, знаете, налет надменности, когда ты произносишь, что это блогер Это же, все-таки блогер, это очень многообъемлющая такая Ну да, нужно быть тут универсалом А вот ты уже и запела, оказывается А вот уже и, да, пошла по наклону и запела, да, опять же А, нормально Потом что? Доширак? А потом что будет? Книга? Слушай, у тебя написано, прям вот в твоем профиле, самый смешной блогер 2018 Это что? Это по чему мнению? А вот решила такая, проснулась, думаю, что-то у меня мало всяких хвалебных слов про меня Нет, действительно была премия такая Опа Да, и вот голосовали под пикусы там все родненькие Кто под пикусы? Ну, типа, да, это такой мой сленг Я понял, короче, каждый блогер придумывает вот этот вот сам Какой-то фонетический каламбур со словом подписчики Ну да, типа Либо под пикусы Так, окей Поэтому у юмора фэм так мало подписчиков Мы просто их под пикусами не называем Вы неправильно, вам надо тоже придумать для ваших слушателей И кого ты обыграла? Ты смешнее кого? Ой, там много было, ребят Но я не буду сейчас перечислять их имена, чтобы, знаешь, в очередной раз такая не тыкнуть Знаете, вообще-то Я круче вот этих людей Да, 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 это будет немножко некрасиво, я считаю Так, у нас здесь любятенька Люба Сидоркина И мы сейчас попробуем с ней сыграть в нашу традиционную штуку под названием Хабибузова Подождите, двое мужчин предлагают мне сыграть в их штуку традиционную Радио шагает вперед Мы работаем на все площадки, в том числе и хаб Как он там, ну ладно, все, окей Тебя не предупреждали, что тут только 18 плюс, нет? Начинается вот это все, знаешь Это радио говорили о них Не смущает, что игра называется Хабибузова? Уже, уже закрались подозрения Понимаешь, что ты сейчас между двух огней будешь метаться На самом деле так и есть В чем суть? Мы зачитаем тебе комментарии, которые нашли под твоим же постом Там будет пять комментариев Три из них настоящие, которые реально у тебя напечатаны И два Которые мама написала Как ты говоришь, еще под пикусы свои написали И два мы придумали Тебе нужно будет отвечать Верю, не верю Соответственно, у тебя есть два права на ошибку Если все сложится, то ты выигрываешь И теперь сможешь подписать не только самый смешной блогер 2018 года Но и чемпионка шуток шоу Короче, все просто Думаешь, что коммент настоящий, говоришь верю Думаешь, что мы его придумали, говоришь не верю Право только на две ошибки У нас все очень жестко, сурово Готово? Готово Поехали Итак, первый Одежда рваная на пару размеров больше Либо меньше И обувь старая, поношенная, грязная Осталось добавить грязное лицо И руки И типичный бомж Очень похоже на то, что могут написать действительно Мои любимые подписчики Верю, не верю? Верю Ну все правильно, да Это реально тебе написали Продолжаем Вы своими вайнами заставляете молодежь деградировать Но последний про Турцию смешной Ставлю лайк Так это основано на реальных совкаш Верю Заставляем же, деградирует Молодежь Справляемся А нет? Она только что в прямом эфире призналась Что это прям продуманная система Деградация России Когда бухая выходишь из комнаты А такая же пьяная подруга сказала Так и стой, я сфоткаю Верю Все правильно Это настоящий комментарий Сюжет для вайна накидали вообще целый Дальше Люба, дай номер Игоря У вас там в инстаграме все ради хайпа Мы все знаем А у меня к нему реальные чувства Неет Да, это мы придумали И последний Все хорошо, но что с руками? Деть что ли некуда было? Это вечное самопоглаживание бесит О, конечно, про мой клип написали Отлично, молодец Всего одну ошибку получается Люба допустила Ну вот, это профессионал, понимаешь Но это же часть работы тоже Что вот для тех, кто Сейчас же все мечтают стать блогерами Потому что для многих это работа мечты Многим кажется, что ты Выкладываешь себя в инстаграме У тебя огромное количество подписчиков Внимание и всего прочего Но вот для тебя что самое Не знаю, тяжелое Знаешь, как обычно говорят Когда это все рутина Ты к чему-то начинаешь относиться Да, уже раздражительно Честно, вот признаюсь Не хейтер, ничего А самое бесявое Когда твои знакомые или коллеги Воспринимают твой инстаграм как авито Они тебя просят Выставь гараж, да? Шубы, гараж Продавать что-то Рекламировать их бесконечные треки Простите, коллеги Просто вот я это понимаю Насколько это бесит И я никогда никого не прошу Но каждый день я просыпаюсь И вижу в этих сообщениях Эти, как они говорят, мессенджеры Люба, помнишь, мы с тобой Сидели на последней партии На литературе, да? Да, я тут занялся автомобилями Не могла бы мне там Ну хоть раз ты, как бы, ну, приходилась Или всегда отказывались? Мне приходится доносить ребятам Что если бы я вот Нет, конечно, что-то, да Выборочно Что не будет Ну, что будет вписываться вообще В общую тенденцию моего блога, да Но стараюсь все равно Как-то доносить ребятам Чтобы не было вот такой, знаете, истории Что, типа, ты листаешь там одни посты Вот про то, что продам автомобиль Или шубу, еще что-то Слушай, а возвращаясь к теме комментариев У тебя было когда-нибудь Вот какой-то самый запоминающийся комментарий От хейтера Что ты такая, типа Да, чувак, я на всю жизнь запомню Что ты мне вот такую фигню написал В комментариях Как-то мама написала А мама есть в инстаграме, да? Конечно Она Какой-то человек написал Мне кажется, в последнее время Стало что-то слишком много мата И мама так драматично К сожалению, вам не кажется Это серьезно Я это очень запомнила Позвонила маме Говорю, мам, ну ты нормальный Я думала, мы с тобой в одной команде Так, мы тут упомянули В одном из комментариев Игоря Да, мы сами придумали этот коммент И решили таким образом еще спросить Так, что такое Ты чего одна ходишь-то по улицам Такая Стоп Такая красотка А чего одна по улицам ходит Где Игорь? Для тех, кто не знает У меня есть один знакомый Игорь Это мой муж Вы с ним иногда пересекаетесь, да? Все очень Да, мы иногда с ним пересекаемся Скидываемся на квартиру И на собаку скинулись Завели Вот, шучу Ну что, спит человек в такую рань, знаете ли? Не каждый То есть у вас нормальная патриархальная семья, да? Конечно Типа, слушай, нам нужно вместе съездить Ты езжай, я посплю еще разочек Об этом, обо всем давайте поговорим через несколько минут Он же блогер, да? Тоже, правильно? Да Вы же вместе начинали и развивались Правильно понимаю? Я даже помню, когда-то Знаешь, если деградировать, то вместе Не, мне кажется, что я помню Я вообще застал то время Когда вы чуть ли еще, не знаю, можно об этом говорить Нет, чуть ли не свадьбы вместе вели Было такое? Конечно, мы вели свадьбы вместе Мы с этого, собственно, и начинали Да, это наш такая первая Несколько молодожен просто у меня перехватили в то время Конечно, такой дуэт против меня Поэтому ты запомнил Ты блогер, твой муж блогер Вот вы живете Снимаете Какой-то, да, вердикт, как будто хочется вас ставить Ну да Типа, о чем вы думаете? Вы о будущем думаете вообще, ребят? Ну как это? Как это происходит? На самом деле, очень интересно Если посмотреть со стороны, конечно, это трэш Но мы настолько уже в этом всем освоились Что у нас была ситуация Я как-то абстрагировалась И посмотрела на это со стороны Это был трэш, конечно Спит муж Значит, мне нужно было снять очередной скетч В образе У меня образ мексиканец Я наклеиваю усы Пончо надеваю Эту сомбреро огромную Подхожу Зачем ты про ролевые игры начала? Это тоже, вот все над этим шутят Типа, у вас только коснем Бужу в этом образе мужа В усах И говорю, слушай, где гитара? И он просто не поведя глазом Не удивляясь вообще ни на секундочку Поворачивается и говорит А он там в углу стоит Представляете, жена в усах В шляпе и в понче И он спокойненько Да, вот в углу возьми Слушай, нет, ну на самом деле это же круто Вообще, клево, что вы, получается С самого начала Прошли весь путь вместе И, ну, как это обычно говорят Поднялись-то тоже вместе Поднялись вместе Сколько лет вы вместе на текущий момент? Можно назвать блогерство поднятием А не наоборот, как считают Вместе, но уже шестой год Шестой год А, то есть не было такого, что типа ты Я сейчас становлюсь блогером Вон, тот же симпатичный парнишка Нам это нужно было Если бы я тогда знала, что так можно было Не, мы были обыкновенными тренерами В фитнес-клубе познакомились Вот откуда все пошло Да, да, да О, кстати, я постоянно хотел спросить А вот этот ускоренный голос Это чтобы влезть в хронометраж Или типа это, ну, для более усмешнения Да, да, ну, хочется много информации В эту минуту уложить Да, да нет, не смешнее, конечно Для Темы непонятно Для Темы минуты Это прям целая вселенная Да, да, чтобы уместить Иногда очень не хочется ускорять Иногда, когда люди слышат Мой реальный голос Такие, о, ничего себе Оказывается, он не вот такой О, ты можешь таким голосом себя говорить? Ты уже научилась, да? Даже без всяких специальных программ Пусть я отвечать так нам? Хорошо Что ты прогибаешься? Вмажь ему, в конце концов? Ты человек семейный Не знаешь, как мужчине вмазать, что ли? Слушайте, сейчас, пока мы не приступили К нашей забаве заготовленной Пока мысль не потерял Вот вайны, да? А я еще смотрел Вот получается, что в Инстаграм У тебя больше трех миллионов подписчиков На Ютубе Там что-то около, по-моему, ста Около двухсот Да, да, да Ты не планируешь как-то уходить в Ютуб? Какие-то более широкие формы? Какие-то шоу снимать? Ютуб-газета, может быть Говоря языком молдов, да? Как раз планируем Вот у нас позавчера уже обсудили проект И планируем его очень плотно внедрять И мне кажется, это будет интересно Потому что мы его протестили На площадке Инстаграма в сторисах И подумали, что слишком энергозатратно И много отнимает времени Всего лишь для сторис это снимать Это очень интересно Жиробатл Жиробатл? Да Ну, Колеш, ты сказала А, скажи еще и хотя бы там А с половиной Расскажи, в чем суть Да Два человечка Значит, под руководством Двух тренеров Я же бывший тренер Меня и моего коллеги Будут худеть И те, кто не похудеет В течение недели Кто меньше, вернее, похудеет Тот будет выполнять Какое-нибудь трешевое задание Из разряда Пробежаться по супермаркету В купальнике Или еще что-то такое То есть вот такая вот будет история И приятная, и полезная Наш типичный вторник Да, писал типичный вторник Кастинг уже провели Просто вдруг сейчас Кто-то услышит и подумает Доедай, это же Движух для меня Да, друзья, кстати Если кто-то желает У нас будут как и звездные участники Так и вполне нормальные Обычные Вот я их пыталась наоборот Знаешь, чтобы Я сказала обиднее Типа есть ненормальные То есть звездные Вот лучше так Что еще из планов На ближайшее время у тебя Какие-то, может быть, масштабные Какие-то грандиозные премьеры Мебель, может, покупаете в квартиру Переезд Друзья, точно Вы мне напомнили Боже, это и счастье Так пользуйся как раз-таки Своими подпикусами Пиши, ребята У кого есть возможность Совершенно немного вещей Не тяжелой коробки И у кого есть свободные Две недели Будь трудовиком Напиши, нужны два парня покрепче Там прилетит, я думаю, сразу У нее муж накачанный тоже Там лучше не шутить Ну, окей Большое шоу, о котором ты говорила На Ютубе Жиробатл, да? Да, да, да Пока все, да? Или что-то? Большое шоу на Ютубе Ну, мы запускаем еще свой мерч Мы хотим сделать Потому что у меня много всяких моих фирменных словечек Которые, по которым меня узнают Подпикусы мы уже поняли Подпикусы, да, да, да Всякие фразы Шоп я так жил То есть всякие такие моментики Хочется Мне прям пишут Люб, ну сделай ты какие-нибудь футболочки с этими надписями Я называю иногда их малюсенькие мои То есть что-то какие-то такие приколы будут с этим связаны Короче, бизнес Бизнес будет, да А что бизнес? Так у тебя все мило Ты никогда ни с кем не ругалась Не устраивала Чего просто с НТВ пришел Он там 10 лет работал Знаете, муж мне говорит Когда у нас с ним случаются вот такие моменты Когда я на него что-нибудь агрессирую Он говорит А вот А для всех такая хорошая Вот для всех Вот почему она его с собой не берет на эфир Серьезно, чтобы он нам компромата не слил Шутки шоу На Юмор ФМ